Он живет в храме, все классно, замечательно. У нас есть такая программа в отмечании, где молодые люди до определенного возраста проходят эту программу. Очень хорошая программа, потому что там готовятся семейные люди для семейных отношений, изучают духовные практики, изучают, как нужно с женой общаться, как нужно семью развивать. Это хорошая. Но затем, когда они выходят в мир, у них начинаются новые испытания. Это как построить базовые трещины. Как научиться денежку зарабатывать, давать себе обеспечение, защиту и удовольствие получать. Базовые удовольствия. Итак, мы с вами сказали сейчас о том, что для того, чтобы у нас было здоровье, удовольствие, денежка и любовь, семейные отношения, все эти энергии должны быть наполнены. Согласны? Теперь смотрим. Сначала, когда я один, два варианта, я один и я уже в память. Итак, когда я один, для того, чтобы мне начать искать себе партнера, я должен иметь базовые функции построения. Согласны? Если мне чего-то здесь не хватает, я буду искать, кто же мне даст вот тот финанс. У меня денег нету, у нас вот этого, негде жить, заряд нету платить. Какой мужчина такой красавец даст мне это? Я ищу себя такой нацелем на этого мужчину. Да, он придет такой богатый человечек, вот, и вы понимаете, что это была у вас важная потребность. Он вам дал финансовый дотрейл, супер, наполнил вас, дотрейл классно, супер. Но поскольку я его видел, когда была голодная, это была для меня важная жизненная необходимость, я потом смотрю, у меня уже есть база, хорошо, неспокойно, а что дальше? А дальше ничего. Он тот, 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 внизу, тот и живет, знаете, в трех десятках, ему хорошо. И он оказался еще вайше. Кто? Торговец. Ну, по классу торговец. По классу все мне еще не подходит. Я учитель, романический, ликшатый, а он классом ниже меня. А мужчина не может быть нижней классом. Ни в коем случае. Окей? И отсюда возникают проблемы. Поэтому, когда я одна, я должен наполниться. Если девушка, кто вышел замужем, кто замужем, мужчина, кто женат. Оцените свое состояние, когда вы задавались мне. Были ли вы наполнены? Как вы искали себя партнера? Из голода или из желания поделиться тем, что у меня уже есть? Ну, если человек больной, то что вы уже семью не любите искать? Первая часть, по-минуту, здоровье, физическое. Каждый подбирает себе свою пару. То есть, если у меня здесь проблема, я найду другую такого же проблемы. Только мы должны посмотреть. Для того, чтобы она база была, мы должны что-то делать. Каждого свой уровень, естественно, каждого свой уровень. Но понимание того, что ты хочешь с девушкой познакомиться, которая чемпионка мира по легкой атлетике, а сам и больше ложки не поднимаешь, дашь мяч, не подойдем. Потому что для нее это жизненно важная ценность. Окей? Мы же говорим о том, что когда мы ищем себя партнера, мы должны сформировать базу, мы должны сформировать свой мадамский, стремейский набор. Свой списочек. Качество, которое для меня жизненно важно и необходимое. Окей? И он должен совпадать. Базу у каждого свои. Это отдельная тема. Правильно? Итак, мы сейчас говорим о том, означает о том, что для того, чтобы начинать отношения, мы должны, базовые функции, у нас должны быть наполнены. Первый час. Чувство удовольствия. Я должен научиться спрочать чувство удовольствия. У меня должно быть достаточно финансовое обеспечение. Как у мальчика, так и у девочки. Девочку, напомню, что девочку защищает мужчина. Папа защищает перед кармой замужем. Или брат, или кто-то мужская половина. Если такого тяжелого карма, нету папы, нету брата, одна, одинекомкая. Или папа очень верен. Что делать? Ну, вот я знаю, девочки собираются живуть вместе, как в общежитии, да? Или как в Америке, roommates. Снимают квартиру и живут вместе. Разбираются вместе. Готовят себя, открытые семейные жизни. Ну, скажем так, мини-брахмачали, так как манты-тик-дурки, мини-монашевский у наслечек, да? И девочки готовят себя к семейной жизни. Либо заработают. Ну, и работают, да. Или работают. Да, работают. Девочки должны тоже научиться защищать, обеспечивать. Как девочке научиться себя защищать, обеспечивать? При этом не потерять свою женскую энергию. Профессию. Нет. Правильно. Женскую профессию. То есть идея какая? Зарабатывать, обеспечивать себя по-женски. Помним, здесь мужской канал и женский. Мы действуем согласно телу номер один. Помятую, что бы и не делал. Помятую о том, что я должен действовать номер один. Согласно своего тела. На, думаем. Номер тела. Своё тело. Если я женщина, я не выполняю мужские работы. Я не выполняю мужские функции. Я не проявляю мужские энергии. Эмоции. Что делаем? Эмоции проявляют привычки. Меняют нас внутренне. Кармональными. Вторичные половые признаки. Осанка. Голос. Васё, ты чего не понял? Те гроши. Те гроши сказал. Те гроши. Женщина не проявляет мужскую энергию. Но если у неё получается зарабатывать много, это же не плохо? Нет. Если по-женски она зарабатывает. А если не по-женски? Финго, самое главное, что делать это по-женски. Что бы вы ни делали, напоминаю. Все 7 центров мы проявляем по-женски и по-мужски. У нас есть мужская и женская энергию обои. И ниянь. Нормальная пропорция 70-30 или 80-20. А если женщина лёгкий, лица, и ниянь. Сейчас задержите этот вопрос. Хорошим я его запройдён. Сейчас мы говорим о том, как должно быть. Ну, с моей точки зрения. А потом смотрим эти вопросы. Итак. Мужская и женская энергия. Все энергии должны наполняться в соответствии с телом. Номер один. Тело. Я взглянула, что я женщина. Мне нужно зарабатывать денежку. Даже мне нужно зарабатывать денежку. Я вспомнила, что я, что-то, женщина. Что я наполняю. Окей? Отлично. Нет. Используй свой ум. Да? Отлично. Используй ум. И у кого-то у меры его развития, на какой классе он находится, эволюции. Он. Шудра, Вайша, Кшатри, Брама. Окей? Он выбирает, что он будет делать. Я женщина. Шудра может пойти на панель. В самом деле, да? Чё я? Ну, ради Бога. Что это единственное женское занятие? Нет, я шудра. Ну, от ума мы говорим, шудра, Вайша, различные классы, да? Работники, люди, работающие руками. И знаешь, что они... Мы говорим разные уровни ответственности, уровни развития ума. Да? Я выбираю, что кем я буду, как я буду денежку зарабатывать. И при этом я должен... Так же мы говорим, насколько духовный я. В зависимости от моего класса. Духовный самый первый уровень может нежить. Я просто думаю, ну да, Бог есть. Классно, супер. Отлично. Хороший уровень. Один уровень. Потом второй уровень. Я думаю, окей, надо, как говорили, ну, иногда, как благодарность Богу говорить. Я говорю, вечером, говорю, Господь, покоряю тебя, я слышу, что ты не дам. Третий уровень, ну, да, надо потише, чтобы Богу Господу преподнести что-то Богу. Против, в храм преподнести что-то Богу. Против, в храм преподнести что-то Богу. Против. Четвертое там, служение. Пятое, дома алтарь, и так далее. Действительные уровни. Все эти... Обязаны, наши предназначения, выполняем в соответствии со своими уровнями. Кто я? Шедра, Вайша, Брама. Могу рыть здоровье на полностью мирки совершенно верно. Все определяется. Поэтому мы выбираем, чтобы мы, чему, узкая женская энергия, чтобы не западали. А после Брама кто? Брама, а следующее? Брами, а следующее. Не будем петь. Окей? Итак. Памятую о том, что все эти энергии я действую. Наполняю себя в соответствии со своими тремянными значениями. Итак, я одинокенькая. Мне нужно первую чакру наполнить. Как я ее наполняю? Санимаюсь легкой атлетикой, может быть, какой-то гимнастикой, аэробикой. Я танцую и так далее. То есть я не люблю своим здоровьем. Я вырабатываю себе не только здоровье, но и уверен в себе. Я красивая, я умная, я знатная и так далее. Это уверенность. Четкая, это крепкая основа под ногами. Я стою, шерплот, стою ногами, уверенно, по дороге помню. Это я формирую. Для того, чтобы притянуть достойного мужчину, я должна быть сама достойна? Если я сапожник, сапожница, скажем, кого я притяну? Сапожника. Как же милость Господа. Что? Как же милость Господа. Она непредсказуемого задали. Мы не знаем. На милость в уровне отвесил, но не отношай сам. Что делать? Я сапожник, а у меня благочестие. Замечательно, прекрасно, замечательно. Если вам хватает благочестие, тогда вопрос себе, окей. Если я на уровне сапожника, и я считаю, что у меня очень много благочестия, тогда почему я сапожник? Нравится. Ну, игры Господа такие. Окей. Если бы для вас работало супер, правильно. Очень больно, почему нет? Но всегда нужно стремиться, чтобы то, что люди могут сделать. Господня, милость, но они непредсказуемого не ожидают. Если бы им надеяться, что они никогда не припели. Итак, друзья, понятно, да? Что мы наполняем, мы их выполняем, мы наполняем все эти энергии согласно телу, ума и своего. А удовольствие, как в начале, а теперь, как наполняет? Отлично, отлично будет. Так, давайте рассмотрим быстренько. Первый понятный вопрос, да? Первый час, да? То есть я должен развить в себе уверенность, я должен твердо стоять на ногах, я должен быть уверенный в себе, я должен быть здоровым. То есть это база, это физическое тело, так сказать. Это форма, форма, это дом. Крепкий, надежный, основательный. Окей? Дальше чувство. Это что внутри дома. Насколько мне там комфортно. Я, получается, захожу в дом, получаю удовольствие от того, что я вижу, от того, что я слышу, обоняю, осязаю, вкушаю. Можно добавить еще эмоциональное состояние и духовное состояние. Дополнительно, да? Влекается? Таким, за счет чего я могу это развивать? Развиваю красивые вкусы. Я смотрю на прекрасные картины, на природу. Я слышу приятное сердце и душе. Замечаю еще уметь, да? Что? Замечаю уметь. Нет, получайте добро. Да, я не смотрю там, где люди пьют, алкоголь и ругаются. Я иду там, где люди поют, красиво одеваются, танцуют. В смысле, да, получать удовольствие от жизни, да, хобби. Все, что касается пяти чувств этих каналов, обоняния, создания, та-та-та-та, зрение, слух, все. Вот это все, куда вы смотрите, что вы видите, что вы вкушаете, что вы одеваете, что вы чувствуете, какие косновения. Ванна пошла, приняла, или я утром в холодной водичке. От этого всего, что есть в пяти чувствах наших, мы должны получить удовольствие, развивать красиво. Я должен, за мой взгляд, должен научиться видеть красоту. Красивая девушка. Красивые глаза. Красивая прическа. Красивое одеяние. Приятные ароматы природы. Вкушаю. Слышу. Вот это все есть в удовольствии. Это мы развиваем. То есть, когда я слушаю это, вижу, вкушаю, одеваю, ощущаю, обоняю, я развиваю свои вкусы. Я учу свое тело, свою душу, получать удовольствие. Я знаю, что такое красиво одеваться. Я знаю, что такое обонять прекрасный запах. Я знаю, что такое видеть красоту природы. Если у меня этого не было, жил в пещер, никого не видел. Наверное, будет у меня не очень-то разно. Да? Вот интересно, если это было, то ты потом этого просто не замечаешь. У меня сейчас есть сайт такой. Если это было, потом оно еще не замечаешь. Много всего было, да. И всегда начинается не тогда, когда у тебя есть угроза потери. Это касается особенно отношений. Помните, о том, с кем вы находитесь? Свините. Еще раз. Помню то, о том, что партнеры, которые вы получаете, это не просто Акататбок, это ваш учитель. Повторите еще раз. Тридесятый. Денежно финансовое излечения. Я девочка, что мне делать? Вы сказали. Мое тело женское. Мои способности к кармическим. Я, швея. Я могу швей. Я выбираю все практически согласно с тем, что я тело. И теперь свои кармические способности. Я умею рисовать. Я умею красиво говорить. Я раздаю нового года. Люди послушать хорошо. У меня есть энергетический целитель. И я не умею рисовать. Окей? То есть я должна использовать свои женские способности. Тело. И все это в сочетании трех вещей. Я девочка. Я по своему призванию, имею опыт в прошлой жизни, я понимаю, что я красиво умею вышивать. И все это делаю в состоянии безусловной любви, в развитии безусловной любви. Я это делаю с любовью. Когда я вышиваю какую-то вещь, я не думаю, а сколько денег я с этого заработаю. Это уже страсти. Я думаю, я находюсь в состоянии благости, я думаю, как приятно быть у этого человека, когда он прочь на вышивание. На финансовое обеспечение тоже, даже зарабатывая деньги женской профессии, должно быть нормальное финансовое обеспечение. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот у каждого есть свой уровень. В моем глубоком понимании, если мы занимаемся финансами, например, согласно своему предназначению, то у нас все будет. В моем глубоком понимании. Когда мне пришло просветление, скажем, пять лет назад, когда я прочувствовал, что я душа. Хотя я знал, что я душа, знал, что я душа. Вообще, говорю, что нужно прочувствовать, а решальница. Я знал, что я душа. Мне было 23 года на третьем курсе института. И я понял, что я душа, что есть Бог и все со мной прочее. Но это именно глубокое осознание того, что я душа. Мне пришло буквально три года назад. Да, где-то три года назад. Я пять лет назад зашел в Академию, в Духовную Академию в индийской культуре. И где-то еще полтора года после этого, два уже года, меня осенил только, когда я осознал, что я уже прочувствовал. Я скажу, что у меня начались аплоденные изменения после того, когда я осознал, что я душа. Самое первое, что у меня было, это то, что я отрастил обиды. Обиды, которые я имел на своих родителей, на своих близких людей. У меня были большие обиды. И когда я осознал это состояние, что все есть причина-следственная связь. Все, что мы имеем, это причина того, что я имел раньше, в предыдущей жизни, в предыдущих годах. Я знаю. Когда ты это осознаешь, у тебя больше нет оснований на кого-то держаться вообще. Вообще. Ребята, если вы придете к этому состоянию духовного коучинга, то я пришел. Вы избавитесь от всех проблем, я скажу. Которые связаны с тем, что у вас кто-то не устраивает, раздражает. У меня какие-то проблемы, я болею, я бедный, я несчастный, у меня муж плохой, у меня дети не послушают, у меня жена плохая. Когда я это все осознаю, что это я из причин, это мои уроки, это мои учителя, это мое задание на этот период жизни, или в этом воплощении. Ваша жизнь поменяется в комплект. Попробуйте себе представить такую метапию. Спортсмен приходит к тренеру. Говорит, я хочу стать чемпионом мира. Ты мне говоришь, ну окей, давай посмотрим, что у тебя тут есть. А нам настелать. Ну-ка пробежись, не отожмись, поставь в парах, подпрыгай. Окей, что-то тут тебе надо так немножко поработать. Иначе тебе не хватает, чтобы стать известным. То есть, в нашем понятии души это поменяться в духовный мир, освободиться от материальной привязанности. Тебе нужно выработать ответственность, терпение, смирение. Для женского тела, да, особенно в детстве. Для вас оно не значит смирение. Для нас, мужиков, ответственность. И есть программа. И тренинги так, будешь что-то бегать, будешь прыгать, будешь смачно стоять, которое будет тебя бить, слева или справа каждый раз, когда ты не будешь защищаться. Они будут с тобой очень жестокие, жесткие, и будешь будить в 3 часа утра, не будешь вставать, будет обливать холодную воду ледяную. Ты понимаешь, да, я беру это, потому что это не для того, чтобы я стал чемпионом. Это наилучшая программа. И здесь создалась команда. Вот тебе Вася, партнер, который будет в тело упасть, вот тебе тренер по физической подготовке, вот тебе тренер по технической подготовке. Вот эта вся команда, они будут с тобой очень жесткие, слева. Если ты будешь выполнять их задания, ты станешь чемпионом. Точно так же, точно так же и у нас, в нашей жизни, когда мы пришли в это тело, мы уже имеем тех партнеров, ту маму, того брата, того мужа или жену, которые наилучшим образом дают нам возможность отработать нашу задачу. Наилучшим образом. Потому что они-то не рады. А я-то вентярь. Он будет тренеровать то, чего у меня не хватает. Если у меня не хватает скорости силовой выносливости, он будет заставлять меня стоять на мешке и упасть его, пока я не умру сегодня. Но завтра я покажу вы, у меня будет мешок. Он будет возмущаться, если я буду ухалявить. И так реагируют все люди, которые ждут нас за все учителя, как все учителя, как друг другу, прежде всего. И в первую очередь эти близкие люди, которые находятся возле нас. Наши родители, братья и сестры, кто муж, жена есть. Если вот это понять... Ребята, да. Ваша жизнь поменяется просто. Как компьютер. Что делать, если девочка избрал, может пусть встал? Вот. Очень хорошо, что она осознала. Очень хорошо, что она осознала, если у нее есть возможность начать использовать свои женские имя. А если там, по-моему, женщине интересны именно мужские? И вообще мужские имя? Замечательно. Значит, что в этом случае происходит? Прекрасный вопрос. Улетой в том, что мы должны действовать согласно телу на работе. Если я действую не согласно телу, что я получаю? Я не отрабатываю свою удачу. То есть я попала в это тело. Может, правильно попала. Может, надо было попасть в мышцы. Если у тебя попала уже. Да. Если у вас устроена такая филансофия даже, вы чувствуете? Я чувствую. Не страшно. Замечательно. Ребята, то, что вы где-то стоите, кто там что-то говорит, как надо делать, что надо делать. Самое главное, вы должны это пропускать через свое сердце. Если у вас хорошо налажено состояние общения ума с сердцем, вы комфортны. Что делать нужно нам в этой жизни в этом упрощении? Душа знает. Душа знает. Но ум, к сожалению, нам всегда хочет что-то другое. Хочет наслаждаться. Ум отвечает за удовольствие. Поэтому ум говорит, ой, зачем мне туда идти? Там тяжело, там напрягаться, бегать опять по тетеру, тяжело. Они не будут помыть, не хочу. Погуляю, лучше отдохнуть, погуляю. Так ум устроен. Он еще там не получил, он хочет наслаждаться. Лежа, а оборот. Душа говорит, помяни, полежи, а можно ум, а ведь нужно, нужно. Это тоже, альга, запишет. И? Ум по разному действует совершенно верно. Ум и разум это же высшее состояние. Ум действует согласно, что такое ум? Это средство собственного, да? Собственно, которое говорит мне, как мне это нужно тут делать. Поступать. Мне говорят всякие вас и дети, что я должен делать, так хорошо или так нехорошо. Я не капаю, идут сюда, вливаю или нет. Ум, кто управляет же моим телом. Я пошел сюда, сделал это, сказал то. Пекрасный. Опять упал. Спасибо. Надо его удалить. А щепочка? Щепите, там про щепочка есть. Хорошо. 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 Окей. И, поэтому, если мы, если мы научимся, дача вот всех этих практик, я считаю самая основная, разная психологическая практика. У вас ответы, у нас у каждого есть ответы внутри. Нам не нужно слушать Васю, ответы, меня не надо слушать. Никому не надо слушать. Но это высший уровень. Когда слушать себя. Как будто, да? Слушать себя, говорит, Бог внутри меня. Я уже из Бога. В самом деле, внутри нас есть формат. Выше состояние. Бог. Но для того, чтобы слушать Господа, чтобы слушать Бога, нужно ум, 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 уму, нужно научиться слушать. Душа. Душа все знает, что мы пришли в это тело. И состоит из задачи. Как бы, это спортсмен, да? Который пришел к тренеру и говорит, Эй, я хочу стать тренером. Я хочу стать чемпионом. Душа все знает, что нужно делать. Но она говорит, очень тихо. И как душа общается с умом, с чем? Через чувства. Да? Верешь? Чувства, да? Чувствуется, да. Он говорит, да, давайте туда. Он говорит, что-то пошло, нехорошо. Он говорит, Маша, иди работай. Врачом, учись на врача. Очень хорошая профессия сегодня. Как они там, в каури еще эти вот такие вот косметические. Косметические, да? Косметические, да? Там губы, которые... Фиш-маус. Фиш-маус. Окей, иди учись... Да, работай, будешь, да. Ну, там называют фиш-маус. Американцы говорят, фиш-маус. Фиш-лупс. Ну, как у рыбы. Рыбы. Губы. Так у рыбы нет губ. Да, фиш-рыбы. Окей? То есть, иди учись на косметолога. Очень хорошая профессия. Да, деньги хорошие были. Это ум, иди. Пошла, выучила, потратила это время. Начинаешь делать, учиться, что это тебе не то чувствует. Идет у меня. Здесь чувствуется. И если мы научимся вот этому товарищу слушать здесь, тогда у нас не будет проблем. Как я рассказываю по поводу метраха, потому что... Вы пришли в это тело, и у нас есть вот студент, который в институте. Пошел учиться. И тебя послали на практику. Ты пошел куда программу предыдущую, когда душа пошла куда программу в прошлом теле. Я послали на практику. Вот дядя Вася в колхозе Петра Ильича. Село Волхозное. Езжай туда, там тебе будет программа. Василий Иванович, зоотехнику будете давать, что нужно делать. И по окончании практики ты... Там у тебя будет кормить, ты будешь что-то кушать, ты будешь там заниматься. Ты пойдешь в практику. По окончании практики ты придешь за черном. Но Вася решил. Зачем идти туда? Пойдешь, я в лес погуляю, на природу, на море. Зачем туда идти? И я иду туда, куда ум тебя не дадут. Слушай, ты что дурак? Вася, ты что, кто в колхоз сейчас ходит? Сейчас модно ходить. На Галапы едет. Там классно. Там море, тепло, лето, зимой. Что там тебе еще надо? Все дешево. Духовность тебе не нужна. Наслаждаешься жизнью. А его ждут там. И Вася поехал на Гуа. Но там его никто не ждал. Там нет ему жилья. Там нет той работы, которая на встрече. Но ему нужно все само искать. Тратить свои ресурсы. Нужно тратить ресурсы. Искать, где что работать найти. И неизвестно, сколько ты получишь. Но ты будешь работать не тем, что по какому предназначению. Здесь же меня ждет Вас, Василий Иванович. Все уготовлено. И есть жилье, и есть работа, и есть практика. Что конкретная программа. И мне не нужно беспокоиться о том, сколько... Где мне денежку заработать. У меня здесь все будет. Мне нужно только здесь хорошо все делать. Там есть и зарплата, есть и жилье. Есть люди, которые будут меня учить. Наше понимание муж и жена, да? Дети. Они ведут меня. Мне нужно только пойти по этому пути. И там у меня все будет. Потому что это та программа, которую тебе составили. Учебный комитет. В нашем случае Бог. Составил программу. Говорит, вот эта программа наилучшим образом поможет тебе рисовать те качества, которые тебе нужно приобрести. У тебя все будет. И не нужно беспокоиться. Сколько тебе денег надо зарабатывать? Где ты будешь жить? Какое тебе здоровье? Какие удовольствия? Тебе ничего не надо брать. Только выполняй эту программу. У тебя все будет. У тебя будет стипендия. Будешь что кушать? Где будешь жить? И будешь с кем учиться. Нафигатель? Но я сегодня умом пользуюсь, который говорит. А нафига тебе колхоз? Иди, понимаешь, на море. Вот тут, сюда иди. Тут хорошо. Зачем тебе этот колхоз? Колхоз? Это для вас этот страх. Он тебе нужен. А будь про это. Нафиг тебе колхоз нужен. Я сегодня не погуляю. Это не модно. Вод для моря. Я тут тогда и сижу, понимаешь, что на море. Колю. Но зато вышла замуж. И вышла замуж. Вот тут вышла замуж. А не тут. Это не умосамость говорит человеку? Не кажется, ребят? Кому это не понятно? Как это делать? Если я иду по программе, которая мне написана заранее. Так мы же не знаем, что написано заранее. А здесь как раз стоит вопрос в том, что мы говорим, что нужно уму. Вот этот ум, который пучерявый. Не, он такой не коренный, он пучерявый. Научиться слушать. Вот этот сердечек. Какая-то процедура, как помочь умыть? Это отдельная тема. Идей какая? Научиться слушать. Тут нужно очистить свое тело. Очистить свое тело. Очистить пространство, которое находится. Развить вкусы хорошие. Вкусы хорошие развивать. На кого я смотрю? Что я слушаю? Где я прохожу? Что я прикасаюсь? Что я вкушаю? Развиваем хорошие духовные, божественные, первоначальные вкусы. Когда мы очистить свое тело, проявили хорошие вкусы. Занимаемся благочестивой деятельностью. Согладом своего предназначения. Когда у нас будет, и мы развиваем безусловный Бог, тогда у нас будет все, что мы можем. Мы пойдем к Богу. А следующая чакра? В смысле любви. Сердечная это чакра, которая... Это спитер. Это спитер. Я бы зарисовал на грамме. Чего мне не нужно понять? Это спитер, я микрофон. Это пятая чакра общения. Это обучение. Это проявление своего нужного, знаменательства и так далее. И вот когда я выполняю свое предназначение, когда я живу согласно своему предназначению, когда я живу согласно своему предназначению, то мне не нужно беспокоиться о том, сколько у меня будет денег, буду ли я получать удовольствие от жизни, будет ли у меня семья. У меня это же все будет. У меня это же все есть. Я просто не там его ищу. А есть ли опасность, когда наполняемость, наполняемость, даже четвертое, пятое идем, и где-то на этом уровне ты понимаешь, а надо ли тебе что-то? Если вы так задумаете, я думаю, что в этом случае либо это ваш потолок, у каждого есть своя практика, к которой мы должны пройти. Помните, у нас есть 4 класса Шудра, Вайша, Кшатри и Брама. Мы не можем с Вайшей, с Шудрой перескочить в Брама. Мы должны стремиться расти. Но как право на один класс, мы можем идти. То есть есть какой-то потолок для меня. Опять же, вот здесь главный показатель, как я себя чувствую. Вот если мы научимся вот это чувствовать, а все начнется с того, что признаешь, что вот по осознанию то, что я душа. И что все есть причина света, и я слушаю себя. Когда что происходит, я не говорю, за что мне это наказали? За что мне сосед долбит? За что меня обругали, выступили мне в автобусе? Я думаю, а для чего мне это? Для чего мне это? Что я сделал так не так уже? Поверьте, я вот это практикую. Намасте я говорю. Я начал практикать практику намасте мудру сколько-то год или полтора назад. Недавно совершенно. Идея такая, мое Божество предполняется быть Божественным Тебе. Идея какая была, чтобы в любом человеку, в любом форме увидеть его Божественное начало. Недавно, невзирая на мою форму. Это начало развития безусловных людей. Безусловных людей, которые напомним развиваются. Корму с птичей, ты ничего не ждешь, что надо. Ничего. Вот это важно. Теперь давайте переставляем. С этим понятно? Да. Супер. Теперь давайте я вам расскажу технически. Спасибо. 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 Спасибо.